Привет друзья, с вами Варчик. Настало время сделать видео про объект 268 вариант 4, почему я не качал эту ветку, почему я делаю видос по уксованием циферок и вообще зачем это нужно и какое мое мнение по всему происходящему. Когда выпустили этот танк, заменив объект 263 на объект 268 вариант 4, сразу было очевидно всем, что его понерфят, через какое-то время, через какое время погорим поток. Самое смешное, что всем было понятно, что этот танк слишком сильный, всем, кроме разработчиков, у которых есть статистики по всем танкам, у которых есть тестеры, которые тестируют и которые занимаются игрой 8 лет. Для них это было не очевидно, для всех игроков очевидно, для разработчиков нет. Прошло достаточно времени и объект 268 вариант 4 по статистике среди ПТ на 10 уровне занимает первое место, практически 55% побед. Среди всех танков 10 уровня он занимает 6 место, что тоже немало. При том, что в основном самая высокая статистика у танка у 10 уровня, в основном у тех, которые были получены за глобальную карту, поскольку за глобальную карту не всем подряд танки выдают, а нужно хоть как-то постараться, чтобы его получить. И вот прошло время, имея такую высокую статистику, разработчики надумали, не потестить ли нам на супертесте нерв этого танчика. И решили для начала потестировать нерв всего по чуть-чуть. Поскольку танк силен во всем, нужно ему отрезать всего по чуть-чуть. Ну плюс-минус какая-то логика, возможно в этом есть. Возможно будет еще несколько вариантов, как понерфит этот танк. По сути это не столь важно. Нерв будет, какой он будет, со временем увидим. Сейчас разработчики там тестируют уменьшение время сведения с 1.9 до 2.2, Мощность двигателя с 1500 до 1350, удельная мощность с 20 до 18, максимальная скорость назад с 22 до 20, нерв стабилизации при повороте и движении, и ухудшение бронирования. НЛД там полосочку на 30 мм отрежут, триплекс на 20 мм, ну и лючок на 20 мм. Везде по чуть-чуть покусали этот танчик, поцарапали, побили ногой ему в люк и короче в релиз. Потестируют, может так отправят в релиз, может еще что-нибудь по-другому сделают. По сути не столь важно. За долгое время игры в World of Tanks я уже изначально вижу, что эту ветку мне интересно качать, эту не интересно, эту ветку понерфят и качать ее не стоит. И есть ветки, которые еще на общем тесте апают, и видно, что ветка сбалансированная, и вряд ли с ней что-то будут делать, а со временем возможно даже апнут. Как я к этому всему отношусь? Те ветки, в которых есть переапанная десятка, их качать мне уже желания что-то нет. Когда-то было время, при выпуске гриля, я бросился на эту ветку, выкачал, радовался грилю, бахал, бахал, а потом грилю что-то как отрезали при нерфе, и я такой, да ну нафиг и продал его. И я потом подумал, ну да прикольно, я выкачал имбовый танк, да я побахал на нем, но у меня потом его забрали, я потратил время, я купил прям аккаунт, фармил на прям танках серебро, переводил свободку за деньги, а потом танчик хоп, и не тот который я выкачал, а другой. Вопрос, нафиг он мне нужен? И стоит ли потраченные усилия и средства для промежуточного нагиба на переапанном танке? Это решать вам. Я для себя тогда решил, что такие ветки качать мне не интересно, поскольку игра не на 2 месяца, а на долгие годы, то такие танки сильно быстро в себя влюбляют, а потом сильно быстро тебя шлют в одно место. И после одного такого танка сразу бежать другой качать, больно дорогое занятие. При том, что обычно на пути к этой имбе натыкают таких кактусов, что просто потом их не прожуешь. Ну и как обычно, выходит имбовая десятка с веткой какашек на пути к ней, и после того, как ты ее выкачиваешь, проходит 2-3 месяца, те люди, которые проходили ветку с донатом, с прям аккаунтом, фармили на прям танк серебро, чтобы выкупать все эти танки, они выкачивают этот танчик, играют, наигрались немного, только начинают выкачивать эту ветку те, которые там медленно качают, или долго, или без прям аккаунтов, и этот танчик нерфится. Такое ощущение, что это какое-то разовое удовольствие промежуточное для избранных людей, у которых есть ресурс на аккаунте быстро вкачать десятку. Да, были люди, у которых уже был 2-6-3, и они автоматически получили 2-6-8 вариант 4. У них уже была вкачана эта ветка. Но сколько людей вкачали эту убогую ветку, кому она была интересна. Тем более, после того, как 2-6-3 переделали, и он был на 10 уровне, там такое было здоровенное НЛД, страшно было на него смотреть. Да и до этого 2-6-3 был такой себе. Плюс-минус, может и интересный танк, но качать было невозможно, ветка была полностью убогая. Вот и складывается у меня такое мнение заранее, что вот эту ветку у меня есть желание качать, а вот эту ветку, да ну ее нафиг. Потому что я прокачаю кучу каких-то кактусов, получу танк, который мне потом поменяют на другой танк, еще неизвестно на какой, да ну его впень. Вот допустим, качаю я итальянскую ветку, вряд ли ее там понерфят. Ее там на общем тесте натягивали, потому что она была вяленькая, это вся ветка. Да и сейчас я когда качаю, там 5-6-7 уровень, просто вырви глаза. А 8-9 уже нормальные. Ну в принципе это не сильно страшно, когда плохие танки на 5-6-7 уровне. В принципе на них можно играть, там не сильно тяжело. А вот когда плохой танк на 8-9 уровне, это вообще лучше не качать даже. И вот в итальянской ветке я все посмотрел на тесте и понял еще изначально, что чем выше танчик уровнем, тем он комфортнее и приятнее. И геймплей тот, который нравится мне. Быстрые ватные стэшки с офигенными точными стабилизированными пушками. Вот и получается, что качать конечно никто не заставляет, но видно, что есть в игре место, где могут богатые временно поотрываться на полную катушку. Это чисто у меня какое-то мнение такое получилось. Может я конечно не прав, но со стороны так оно и смотрится. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok